Всем привет! Сейчас я объясню, как сделать запрещенный вечный двигатель, который работает на воде. То есть это то, что постоянно показывают во Вьетнаме. Вот видим бочка. Вот. Она работает, затягивает воду из водоема и выкачивает ее фактически бесплатно на поверхность. Я уже снял множество видео и все равно продолжают говорить, что это все фейк, даже видео снимают, что это все разоблачение, что это все не работает. Я сейчас в наглядном примере покажу, как это все работает с самого начала и до конца весь процесс. На самом деле секрет, еще раз повторяю, настолько элементарный, простой, что вы даже себе представить не можете. Итак, приступим. Первое. У нас есть бочка. Вот она. У нас есть водоем. Я специально, ну, то есть вот эту картинку взял, для того, чтобы вы поняли, что принцип может быть... Почему я назвал запрещенный вечный двигатель? Потому что это будет самый настоящий вечный двигатель. Вот резервуар, вот шланг в бочку опять выходит и по кругу вода будет здесь циркулировать. Значит, что для этого нам нужно? Первое. Нам нужно здесь, чтобы стоял запорный клапан, вот здесь. Также нам нужно еще один клапан, который будет работать на выпуск воздуха. Здесь у нас находится воздух внутри. Вот. И также у нас есть солнце. Как только солнце выглянуло, бочка нагревается. Естественно, будет гораздо быстрее бочка нагреваться. Неважно, с чего она сделана. С металла, с пластика, чем вода в водоеме. Это однозначно. Ну, то есть обычный закон физики. Все мы это прекрасно понимаем. Так вот, как только солнце начало прогревать бочку, воздух отсюда, ну, то есть он начинает расширяться и выходить через вот этот вот запорный клапан. Здесь этот клапан просто будет перекрыт и сюда оно выходить не будет. Ну, ни туда, ни сюда. Здесь также закрыто. Как только воздух прогрелся в бочке, он вышел, здесь образовался некий, ну, условно говоря, вакуум. То есть разряженное пространство. Как только это произошло, этот клапан нужно будет закрыть. А вот этот вот открыть. Как только мы открываем, вода сразу же сюда начинает поступать и затягивает воду. Понимаем, да? Разряженное пространство создало некий вакуум, который, естественно, начинает затягивать сюда воду. И вот этот клапан в этот момент закрыт. Закрыт. Потом мы открываем клапан и вода, естественно, сразу же начинает течь из него отсюда. Видим, да? Что же происходит на самом деле? Можете сказать, что это работать не будет. Будет на тысячу процентов. Почему? Потому что вода, еще раз повторяю, в водоеме будет холодная. Здесь сразу же будет охлаждаться. Понимаете? И естественным образом сюда будет продолжать затекать вода. С одной стороны, опять возьмем, воздух будет вытравливаться. С одной стороны, солнце будет нагревать эту бочку, воздух будет выходить. А вода с этой стороны будет охлаждать. И процесс повторится. Это то, что происходит вот здесь, показывает вот эту бочку с этими клапанами. И постоянно, и вот так вот, вода поступает сюда, и потом она выходит. То есть процесс будет повторяться бесконечно. То есть пока есть солнце, греет эту бочку, вода будет выходить, и процесс будет повторяться. Здесь он показывает, что эта бочка заклеена, видите, да, герметично. То есть один клапан, он выпускает воздух. Он сейчас в данный момент перекрыт. Вот этот клапан предназначен для залива воды. Поскольку здесь они заклеили эту бочку, то он предназначен, а это для стравливания воздуха. Когда бочка прогрелась достаточно, они перекрывают, и только чуть-чуть вода поступила, снизу бочка остыла, и начинается резкое всасывание воды. И вот такой вот бесконечный процесс. Ну, то есть как бы это что-то вроде наподобие двигателя Стирлина. За что бы еще раз повторяю, что эта система на самом деле рабочая. Дальше смотрим. Вот такая у нас проект. То есть, что новенькое, это мы дальше рассмотрим. Мы махаем вот это колесо подвину и совмещаем с маховиком. Все остальное мы выстраиваем вот таким образом. Генератор. Водонапорная с вакуумным насосом башня. Напор воды. И контрольная откачка. Весь проект прост. Очень прост. Чем проще, тем лучше. Вот он фонтан Герона в замкнутом действии. Единственное, что диаметр всасывающего патрука должен на 1,1-1,2 быть больше, чем выпускной. Почему? Потому что, ну, если он будет меньше, то он просто не успеет закачать столько воды. Там напор даже увеличится, но все равно это будет не то. Ну, или напор у нас не будет соответствовать. Здесь будет меньше выбивать. Вакуум будет придерживаться. Вот такой вопрос. Теперь посмотрим маховое колесо. И какой диаметр этого колеса идет. Это все зависит от уже расчета. Ну, попробуем рассчитать это на маленьких вещах. Ну, и остается у нас еще один момент. Сделаем колесо из маховика. Вот старый наш ролик, где тоже большое колесо шкив. Массой очень хороший. Был применен как мотор-генератор, то есть ротовертера системы. Где нотарез приводился электрическим мотором. И он приводил свои книжки о расчете сделал. Видеоролики я тоже немножко вещи рассказал. Из-за радиуса и так далее. Ну, это не главное. Мы берем вот таких, возьмем вот таких колесо 2. Ну, для примера возьмем 2 рассчитания. На что мы можем ее рассчитать? Ну, возьмем такие метровые колеса. То есть, видите, то есть, примерно максимальная скорость вращения, на которую мы можем их разогнать, ну, 250 оборотов. Да? Ну, здесь, наверное, может больше. Ну, я точно не скажу. Ну, возьмем такие 2 колеса. Там 141 килограмм, то есть 282 килограмма, 1 метр. Возьмем наливную бочку, ну, форму отричели. И вот мы рассчитываем все системы. Вот рассчитаем скорость падения воды с дополнительной трубой. И будем использовать вот такую формулу для расчета силы. Чтобы, ну, примерно рассчитать, что мы можем получить. Ну, проведя самые грубые, будем так сказать, расчеты, мы получили очень хороший, замечательный результат. 2847 ньютонов на метр при 250 оборотах. Переведем это в 700 оборотный генератор и получаем, что к 1 к 3 мы можем установить 20 киловаттный генератор. И то, что мы можем получить полный падения воды. И это открываемый плет, который использует воздух. И так же это будет очень последовательный генератор. Вот эту пянули, это и очень многое, это будет полезная вода. не нужна вода ниже. Вы можете просто закрыть эту воду. И эти две, если в случае вода из-за воды из-за воды, они будут выпиливать из-за воды. Это из-за воды для воды. В случае, вода из-за воды из-за воды, они уже закрыты из-за воды. Они уже закрыты из-за воды, из-за воды. Они не смогли открыть эту воду. Они готовят эту воду, чтобы вода из-за воды. Ок. И вы можете видеть из-за воды, здесь. Ок. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, если вы хотите, чтобы узнать больше о фрей-энергии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok